Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры в третьей очереди жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю и уникальное соотношение цены и качества строительства. Срок сдачи – первый квартал 2015 года. Телефоны – 48300 и 48333. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В ночь на 21 января на всей территории Кубани прошел ледяной дождь. Это явление вызвало большая разница температуры воздуха на высоте и у поверхности земли. Капли дождя, не долетая из земли, превращаются в ледяную крупу, а те капли, что долетают, образовывают ледяную корку. Обледенелые провода рвались, словно нитки. Всю ночь специалисты проводили восстановительные работы. Утром, сразу после планерного совещания, глава города Сергей Сергеев отправился на наиболее пострадавшие районы – Гостогаевскую, Юровку и Джигинку. Во всем краю, несмотря на то, что стихия обрушилась на населенные пункты, ночью сразу же начались аварийно-восстановительные работы. В оперативном штабе гражданской обороны и чрезвычайной ситуации в режиме онлайн-конференции отслеживали ситуацию и принимали совместные решения. К жителям края обратился губернатор Кумуань Александр Ткачев. В своем обращении рассказал о предпринятых мерах. Специалисты со всего края устраняют последствия стихии в усиленном режиме. Из непострадавших районов бригады отправили помогать соседям. Всех потребителей электроэнергии запитали по резервным схемам. В первую очередь, социально значимые объекты. На круглосуточный режим перешли все службы ЖКХ городов и районов края. Особое поручение губернатор дал сотрудникам ГИБДД – сделать все, чтобы избежать заторов и аварий на дорогах края. 23 января во всех пострадавших населенных пунктах Анапы восстановили подачу электроэнергии. Накануне в станице Гастагаевской работали две бригады. Восстанавливали линии, расчищали дороги и мост через речку Гастагайку от поваленных деревьев и веток. В селе Юровка в восстановлении энергоснабжения участвовало пять бригад – местные специалисты и группа сотрудников Кубаниэнерго. 23 января подачу электроэнергии пострадавших от ледяного дождя районах восстановили полностью. Ремонтные работы провели с учетом предстоящих холодов. По прогнозам, в ближайшее время в Анапу придет настоящая зима с морозом до минус 10 градусов. На хуторе Чембурга открылся третий в этом году модульный корпус детского сада. 40 малышей получили места в двух группах. Реконструкцию провели по скандинавской технологии. Быстровозводимые модули позволяют сохранить помещение тепло, а значит и здоровье малышей. На торжественной церемонии открытия детского сада «Ягодка» заместитель мэра Анапы Юрий Поляков вместе с воспитанниками детского садика перерезал красную ленточку, открыв новую историю в жизни 40 семей анапчан. Это уже третье открытие модульной группы в этом году. Дополнительные места получили маленькие жители Собсеха, Витязева и хутора Чембурга. Очередь постепенно сокращается. На планерном совещании мэра Анапы Сергей Сергеев поставил в тупик руководителей городских управлений и ведомств. Сидящие в зале не знали, куда звонить и обращаться анапчанам, если возникла чрезвычайная ситуация. Телефон приемной главы города-курорта 3-16-36 работает круглосуточно. Также круглосуточно можно обратиться за помощью по телефону 3-95-12. Многоканальный телефон единой дежурной диспетчерской службы 3-20-94. По данным начальника отдела гражданской обороны, за год на этот телефон поступает до 120 тысяч звонков, 400 обращений в сутки. Так что обратиться за помощью и получить ее у жителей курорта возможность есть всегда. Пляжи Анапы готовят к летнему сезону. Сотрудники предприятия объединения курортных услуг ежедневно убирают территорию пляжа, чистят, вывозят водоросли, демонтируют старые навесы и пляжные зонтики. Контроль осуществляют по всем направлениям обслуживания пляжа. В спорткомплексе «Валеград» в Витязеве завершились международные соревнования по пляжному волейболу. В полуфинале за бронзу среди мужских команд боролись спортсмены из Австрии и Германии. Армин Долингер и Клеменс Виклер обыграли коллег из Австрии и завоевали бронзу. За первое место в мужской части турнира боролись две российские команды. Ярослав Кашкарев и Руслан Быканов обыграли хозяев игрового поля представители волейбольного клуба «Валеград» Константина Семенова и Вячеслава Красильникова из Краснодара. Александра Моисеева и Екатерина Сырцева за золото боролись с немецкой парой Юлия Зюде и Шанталь Лабуре. После первой ошибки россиянки отыграли одну очко. И сразу Катя Сырцева принесла команде два балла, заставив соперниц взять тайм-аут. 4-4 после перерыва и за всю игру команды девушек не уступали друг другу более трех очков. Результат первой партии – победа за немками. Вторую сыграли быстро. Золото сателлита у немецкой команды Зюде и Лабуре. В бронзочемпионату россиянок Евгения Уколова и Марии Прокопьевой. На педестале почету поднялись русско-немецкие команды. В честь победителей прозвучали два гимна. Германия для женщин и Россия для мужчин. Смотрите сегодня в итоговом выпуске программы. Зима – пара активной подготовки к летнему сезону. Полиция Кубани предупреждает – будьте внимательны и сохраните свое имущество. Встреча двух поколений ветеранов состоялась в станице Анапской. Маранапа Сергей Сергеев вручил специальные премии одаренным детям. Понять, чтобы научиться и научиться, чтобы понять. Учащиеся детской музыкальной школы номер один знают о музыке все. Сейчас обо всем подробнее. 20-й причал к сезону 2014 готов. 24 января сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам провели техническое освидетельствование 20-го причала. Проверили готовность условий и выполнение правил безопасности. Предъявите документы, журналы и оформленные информационные стенды. В деле о безопасности мелочей не бывает. Госинспектор ГИМС Сергей Гриценко проверяет готовность и подготовку сотрудников. Громкая связь работает. Освещение срабатывает автоматически с наступлением темноты. 4 спасательных круга на территории. Требование продиктовано правилами через каждые 50 метров. И технические условия причала в полной готовности и исправности. Сегодня осуществлялся допуск причала номер 20 к эксплуатации в 2014 году. Техническое освидетельствование причал прошел. Люди подготовлены. Документация в наличии. Пожарное, спасательное имущество. Все в наличии. Все соответствует нашим требованиям. Причал допустил. В любую погоду, зимой при холодном ветре с моря и в жару летом, эти специалисты обеспечивают безопасность людей на воде и эксплуатации морского транспорта. К летнему сезону готовятся зимой. На учете в Анапском участке ГИМС состоит 14 стационарных баз стоянки маломерных судов, на которых размещено более 2,5 тысяч судов. На данный момент, на середину января, у нас допущены к эксплуатации 5 баз стоянки. То есть у нас осталось еще 10 баз стоянок судов, которые мы должны допустить к эксплуатации. Работа идет планово, по графику, без срывов. Еще 13 баз используются для проката маломерных судов. Работа по их допуску пройдет в мае. Вниманию владельцев судов в законодательстве принято изменение в определении маломерных судов. Под понятие «маломерка» подходит судно менее 20 метров, оснащенное двигателем менее 10 лошадиных сил. Срок технического освидетельствования для таких морских железных коней раз в 5 лет. В этом году подлежат техническому освидетельствию суда, которые зарегистрированы в ГИМС в 2009 году и ранее. Все суда, которые зарегистрированы в ГИМС после 2009 года, в этом году техническому освидетельствию не подлежат и могут свободно находиться как во внутренних водоемах, так и на море эксплуатироваться. Пройти техосмотр и жить спокойно призывают инспекторы ГИМС. Время до июня. В июне в Анапе начинается высокий сезон и пройти он должен на высоком уровне безопасности. Никита Бойко, Наталья Пухальская, Александр Кореневский. Анапа. Регион. Будьте внимательны, чтобы не стать жертвой мошенников и сохранить свое имущество. Сотрудники полиции провели профилактическую акцию. Вышли на улицы города с предупреждением и напоминанием. Мобильные телефоны, имущество в квартирах и домах защитить несложно, если знать как. Сотрудники полиции раздают яркие памятки с полезной информацией. Дорожите кошелеком, бумажниками или мобильным телефоном. Не кладите в карманы брюк и в рюкзаки за спиной. Соседями лучше дружить. Их бдительность поможет предотвратить кражу. Данные памятки у нас распространяются в целях безопасности граждан, квартирных краж, краж на транспорте. Снижение кража. Снижение количества преступлений на улице. Будьте внимательны и берегите то, что вам дорого. Продолжается месячник оборона массовой и военно-патриотической работы. В Станице Анапской прошла встреча двух поколений – ветеранов Великой Отечественной войны и боевых действий в республиках Афганистана и Чечня со школьниками. Ребята узнали о тяжестях военного времени и о подвигах героев войн. Защита Родины – эта тема никогда не потеряет своей актуальности. Школьники Станицы Анапской встретились с теми, кто воевал на фронтах Великой Отечественной войны. Кто не боялся отдать свою жизнь во время войн в республиках Афганистан и Чечня. Вспомнили дату 22 июня 1941 года, когда в 4 утра немецко-фашистские войска напали на нашу страну. Рядом с отцами и старшими братьями, с мужеством взрослых героически сражались подростки. Это наша история. История нашей родной Анапы. История нашей Родины. История ваших прабабушек, прадедушек, ваших родителей. Великая Отечественная война не обошла страну и Станицу Анапскую. В сентябре 1943 года на этой земле смертью храбрых пало много советских солдат. Клуб «Исторические хроники», организованный по инициативе председателя Совета молодых депутатов города-курорта Светланы Хижняк, создал фильм о банапчанах, которые воевали на фронтах и ковали победу в тылу. Его героями стали ветераны Клавдия Виноградова, Трофим Марчук, председатель Совета ветеранов округа Эдуард Мавян. Вы увидели маленькую толику жизненного пути той молодежи, которая защитила нашу огромную страну Советский Союз. И они сейчас стали историей. А вы, здесь присутствующие все, являетесь наследниками этой истории. Первая Чеченская война унесла около 50 тысяч жизней мирных жителей. Согласно официальным данным, военную службу в Афганистане проходили 620 тысяч советских солдат и офицеров. Лицом к лицу столкнулись наши земляки с коварством и жестокостью врага. Прошли испытания с суровыми лишениями, потерей друзей, тяжелыми ранениями. Война в Афганистане длилась 9 долгих лет. Разбираться политиком или историей, кто прав, кто виноват, но мы кадровые военные, есть такое понятие – честь, долг, устав. Бесспорно, подвиги русских солдат для ребят – яркий пример мужества и патриотизма. Все, кто удолжить за Отечество в истории страны, навека останутся героями. Ведь память хранят живые. Светлана Орелова, Максим Логоша, Анапа-регион. Профилактические беседы о вреде наркотиков с подростками проводят родители дома, а учителя – в школах. Эффективные способы профилактики предлагают сотрудники полиции и службы наркоконтроля. Круглый стол прошел в школе номер 4. Давно всем известная истина «наркотики – это плохо» на экране в актовом зале. Доступно, понятно и, главное, достоверно. Пугающие кадры, но в жизни все это выглядит намного хуже. Путь от первой попытки до, впрочем, первой пробой все обычно и начинается, и завершается. Жизнь и наркотики несовместимы. Наркотики вредят здоровью, их нельзя принимать. Сами разговаривали родители, и в школе проводили много мероприятий, и показывали видео. Конечно, было страшно видеть, как люди портят себя, портят здоровье. Но они, скорее всего, вредят человеку, его здоровью, вызывают всякие зависимости, убивают человека. Современные молодые люди, думающие о завтрашнем дне, находят альтернативу наркотикам, сигаретам и пиву. Кроме наркотиков, есть много видов спорта, много чего, рисование, плавание, тому еще, то, что может развивать, а не губить. С 20 января на Кубани проходит акция «Дети без наркотиков». Инспекторы по делам несовершеннолетних, медицинские психологи и сотрудники службы наркоконтроля рассказывают о вреде химической зависимости и о последствиях. Сегодня у нас проводится мероприятие профилактическое в рамках операции «Дети без наркотиков». На базе 4-й школы проводим круглый стол, посвященный цели и задачи данной акции. Не допущение употребления несовершеннолетних наркотических и психотропных веществ, употребления алкоголя и табачных изделий. Этот фильм в целях профилактики предстоит посмотреть всем школьникам в Анапе с 5 по 11 классы. Никита Бойко, Наталья Пухальская, Александр Кореневский, Анапа-Регион. 2013 год завершился для жителей села Варваровки знаменательным событием. После двухлетнего строительства открылся новый храм. Архитектура в старинном суздальском стиле, живописная горная местность, святой источник. Храм святой великомученицы Варвары стал особой достопримечательностью не только села, но и всего курорта. Инициатором и исполнителем строительства стала группа компании «Инвестстрой». В качестве благотворительности строители взялись за реализацию проекта храмового комплекса на площади в 300 квадратных метров. Строительство велось по современным технологиям, но с учетом лучших традиций русской православной школы зодчества. Архитекторы обратились к старинному суздальскому стилю, при этом учли горный пейзаж. Особое внимание привлекает лестница, соединяющая источник великомученицы Варвары с храмом, который также носит имя этой святой. Источник славится кристальной чистой водой, которая не портится даже в сильную жару. За водой специально приезжают анапчане и гости курорта. Источник доступен, так как находится вблизи федеральной трассы, ведущей на Утриж. А теперь это святое место украшает величественный храм. Раньше было просто, можно было брать водички, а сейчас можно зайти в храм. Храм действительно расположен в очень красивом месте, величественном. Ну, прям просто здорово. Лучшего места можно было и не найти. Это самое то место для него. Такой красивый пестик. Смотрится великолепно. Я съехал первый раз, и не видел. Очень красиво. Успокаивает. Умиротворяет. Храм может вместить одновременно до 500 человек. Пока еще не расписаны внутренние своды куполов, но полностью готов иконостас. Большим событием становятся подаренные благодетелями иконы старинные, новые, писанные. С сводом храма сбудется еще одна мечта прихожан и настоятеля, протеерей Алексея. Здание часовни отдано церковно-приходской воскресной школе. Лариса Басова, Игорь Куршаков. Анапа. Регион. Журналисты нового телевидения Кубани снимали в Анапе сюжет. О том, что для напчан привычно и понятно, а гостей восхищает и радует. Легендарные герои сказок Эдуарда Успенского прописались на Пионерском проспекте совсем недавно. И не случайно. Здесь купили себе жилье знаменитые сказочники нашей страны. Писатель Эдуард Успенский и композитор Геннадий Гладков. Своебразный подарок детскому писателю от Санатория Парус – скульптурные фигуры любимых героев. Фотография на память в их компании – маленькое признание таланта современному сказочнику. Вы скажите ему об этом. Раскройте ему глаза, чтобы у него прояснилось. Прекрасное предложение Печхина уже давно мечтал осуществить Анапский маленький сочинитель сказок. Только просто так писатели по улицам не ходят, думал Артем Визерян, мечтая поговорить с Эдуардом Николаевичем. Так это не беда. Можно телеграмму послать и письмо. На ту и почту, что сказать нельзя, то в письме пишут. Вот мы ему и подсказали, товарищ Печкин, что детский писатель умеет осуществлять самые заветные мечты. На то Эдуард Успенский – современный сказочник. Ему можно написать письмо, опустить его в почтовый ящик, что расположен прямо рядом с домом. И будьте уверены, очень скоро малышу придет ответ. Хотя, собственно, какой же он малыш? Он вполне взрослый и рассудительный детский писатель. Я бы хотела ему написать какие-нибудь свои идеи, сказок всяких, чтобы он их продумал, что-то там исправил и выложил их в виде мультика. Серьезным человеком, сами понимаете, и говорить интересно. Мы поинтересовались, какие сказки пишет наш юный, десятилетний коллега. Потому что не может не писать увлекательно человек с рождения, выбравший для себя исключительно книги Эдуарда Успенского. Жанры моих сказок – это, думаю, что приключения или, как сказать, фантазия. Собственных сказок у Артема уже целая рукописная книга. Просто Артем еще не знает, что у Эдуарда Успенского есть свое издательство детских книжек «Самовар». Уверена, что нашим необыкновенным писателям заинтересуется знаменитый сказочник, а мы будем иметь возможность гордиться своим земляком. А пока беседуем с мамой волшебника. Главный вопрос – беспокоящий всех мам. Как же у нее получается отвлечь современного и очень начитанного ребенка от компьютера? Не получается. Он, как любой мальчишка, любит компьютер, любит планшет, играет в компьютеры, в планшеты. Единственное, что я, конечно, стараюсь фильтровать игры, в которые он играет, и все равно оставляю игры, которые развивают воображение, развивают память, вот какие-то такие вещи. Но при этом он как-то совмещает, он умеет это делать, и компьютер, и книжки. «Волшебники в нашем городе живут рядом с нами. Надо просто уметь их замечать». Любовь Евсеева, Станислав Фалько. Специально для «Анапа. Регион». В «Анапе» прошла ежегодная церемония награждения одаренных детей. В городском театре глава курорта Сергей Сергеев вручил специальные премии талантливым напчанам. Подробности в материале нашего корреспондента. Ежегодно «Анапа» чествует юных дарований детей, которые своим огромным трудом завоевали самые лучшие награды на международных, всероссийских и краевых фестивалях и конкурсах, а также спортивных соревнованиях. Звездную палитру талантов приветствует глава города курорта. «Вот эти достижения детей, которых мы сегодня будем поздравлять, они сподвигают нас, взрослых, именно на работу для улучшения, качественного улучшения тех условий, в которых они учатся, если хотите, работают, тренируются, прославляют наш город». Традиция поощрять одаренных детей специальные премии главы началась в 2006 году. За 7 лет этой награды удостоились 315 номинантов. В этом году их стало на 51 человек больше. 2014 год объявлен президентом России Годом культуры. Поэтому первыми удостоились чести получить свидетельство о присуждении специальной премии главы художники, музыканты, певцы, танцоры. Анжелика Поддубкая, учащаяся хореографического отделения детской школы искусств номер 2, лауреат конкурсов «Созвездие талантов» и «Звездный дождь». Лауреат самых престижных конкурсов и фестивалей «Настя Литтик» учится на фортепианном отделении и делает успехи в ансамбле «Молодость». Ведущий балалашник оркестра русских народных инструментов детской музыкальной школы номер 1 Денис Свистунов неоднократный лауреат всероссийских конкурсов и фестивалей. «Звездную палитру» дополнили учащиеся общеобразовательных школ, победители научно-практических конференций, призоры Олимпиад, чемпионы по самбо и дзидо и лидеры молодежного движения. Свои таланты многие продемонстрировали в ходе концертной программы. А может она начинается со стука воротных колес, И скрытую, которую юноши, ты ей в своем сердце прием. Пока этих ребят можно назвать самоцветами, но со временем умелые руки педагогов превратят их в настоящие бриллианты. 25 и 26 января в спортивном комплексе на улице Амелькова пройдут соревнования по кикбоксингу. Организаторы назвали турнир «Честь» в преддверии зимней Олимпиады в Сочи. Начало соревнований 25 января в 10 часов утра. На сегодня это все новости. В завершении выпуска прогноз погоды на выходные. Прогноз погоды выходит при поддержке нашего спонсора мебельного центра «Ксюша». Весь январь в салонах мебели «Диэмай» получите в подарок 25% гостиной из коллекции «Токио» и «Милано». «Диэмай» – живи красиво! В субботу 25 января в Анапе малооблачно, без осадков. Температура воздуха днем 0,2. Ночью до 4 градусов ниже нуля. Ветер северо-восточный 7 метров в секунду. Атмосферное давление в норме 761 миллиметр ртутного столба. Температура морской воды 4 градуса со знаком «плюс». В воскресенье 26 января малооблачно. Утром небольшой снег. Температура воздуха днем от минус 1 до 2 градусов тепла. Ночью 0,2. Ветер северо-восточный 7 метров в секунду. Атмосферное давление в норме 761 миллиметр ртутного столба. Температура морской воды 4 градуса со знаком «плюс». Далее блок полезной информации от партнера программы «Итоги недели» производственного предприятия «Меркурий-2». Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. Я с вами прощаюсь. До встречи. Генеральный партнер программы «Новости» – производственное предприятие «Меркурий-2». Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры в третьей очереди жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю и уникальное соотношение цены и качества строительства. Срок сдачи – первый квартал 2015 года. Телефоны 48300 и 48323. Редактор субтитров А.Семкин